Для того, чтобы работать с PDF, надо, чтобы текст, хотя бы грязным образом, в файле был распознан. Вот пример. Видно, что когда мы выбираем инструмент выделения текста, текста как такового тут нет. Что, конечно, неудобно. Распознавание, встроенное в Adobe Fine Reader, в Adobe Acrobat Pro, оно не очень удобно. Точнее, точность хромает. Мастер операции спознавания текста в этом файле русский. Можно было бы запустить и распознать прямо здесь, но мы этого делать не будем. Это когда совсем нужен грязный вариант. Поэтому, я предпочитаю работать в Adobe Fine Reader 12. 14 бывает падает, 10 еще не такая продвинутая версия, 12 мне вполне устраивает. Итак. Наш файл. Значит, здесь нужно остановить. У меня настроено обучение эталона. Это для того, чтобы улучшить качество распознавания. Мне сейчас лень этим заниматься, поэтому... Нет, не хочу отменить, потому что у нас язык тут не русский, а русский старая фография. И это очень важная разница. Это, в частности, то, почему я не воспользовался распознаванием текста в Adobe Acrobat, потому что там такой функции нет. А так как мы в основном работаем с книгами до 2017 года, то это крайне важно. Итак. Распознать. Пусть он дальше идет. Закрыть. Нет. Смотрите, уже можно остановить. Значит, потому что у нас первая страница сейчас... Ну, на самом деле, первая нормально распозналась. Ладно. Можно как сделать. Выделить Ctrl-A все страницы. Страница документ. Область. Область. Область удалить. Чепуха получилась. Чепуха находит, чепуха на выходе. Ладно. Суть в том, что если что-то пошло не так, можно эти области выделить и истереть. Так. Ладно. Распознаваем. Если файл изначально правильно сканирован, то работа идет быстро. Если там какой-то цветной, не такой, сжатый JPEG, он может работать в 2-3 раза дольше, но все равно это достаточно быстро. Пусть он себе работает. Я поставлю на паузу запись. Итак, распознавание закончено. Закрыть. Значит, сохранить можно сразу в RTF, в Word-овский формат. Значит, при вас сохраним как PDF. Значит, PDF точная копия. В PDF нам, значит, нужна именно точная копия. Там лишний мусор в плане разметки нам мешать не будет. Заляем его чуть иначе, чтобы не перепутать. Для того, чтобы в дальнейшем заниматься правкой именно самого текста и с PDF работать неудобно, поэтому я делаю сохранение в RTF или в DOC, но уже не точная копия, а чтобы чисто был текст. Потому что в разметке там будет просто мусор. И потом бороться с этим мусором дольше, чем просто изначально все отменить. И самому изначально расставлять новую разметку. Жирные отступы, сноски. Все. Что делает из простой простыни оформленный текст в виде книги. Вот, и теперь я смогу спокойно в PDF выделять нужные мне места. Я физически не могу, не переношу того, чтобы в книге нельзя было что-ли подчеркивать. Поэтому, если PDF в данном виде просто голых картинок, я читать его не могу. Я должен или создать текстовые слои внутри Adobe Fine Reader, или, как сейчас, в более продвинутом варианте, через Abbey Fine Reader. Но без пометок я читать не могу. То есть, книги, которые изначально защиты, которые читать невозможно, я читать не могу. Потому что это раздражает меня. Ну, сейчас оно сохранится в PDF. С PDF я работаю, вот, уже, наверное, 20 лет. Поэтому у меня есть свои привычки. PDF по-любому удобнее, чем DejaVue, в котором, в принципе, не бывает возможности оставить свой комментарий. Да, DejaVue файлы меньше по объему. Иногда даже быстрее листается. Но это незначительные плюсы по сравнению с минусами. Например, было время, когда DejaVue набирал обороты. Это где-то в начале 2000-х. Но меня этот вариант хранения информации не устраивал. Неудобство больше, чем удобство. Единственное, что сложно, когда в тексте одновременно и латиница, то есть, например, Deva Nagari в транслитерации и кириллица, тогда, конечно, без путаницы не бывает. То есть, когда кириллица начинает путаться с латиницей, латиница с кириллицей, но все равно BeFineReader справляется с этой задачей лучше, чем кто бы то ни был другой. Если в тексте смесь Deva Nagari и транслитерации, это убийственно. Такого варианта пока нет. То есть, если Deva Nagari много и он приоритетный, тогда надо распознавать отдельно ОЦР, в частности, в онлайн-сервисе или в сэнскрит ОЦР Оливера Хельбига. Да, то есть, совместить распознавание транслита и Deva Nagari невозможно. Совместить латиницу и кириллицу вполне возможно. Для того, чтобы распознавать сэнскрит, я создал новый язык документа на основе латышского языка, в котором есть дополнительные диакритики. Я создал дополнительный язык, условно назвал его сэнскрит и прописал в его эталоне, обучил его на конкретных примерах, чтобы распознавать диакритику. Так, значит, файл открылся. Меня это не устраивает, что мне надо скроллить примерно 20 раз, что до 22 страницы, на которой все равно ничего нет. Итак, файл. Файл. Свойства. Постраничная. Постраничная или двойником титульные листы. Чаще даже так. Сохраните. Чтобы это выйдет, надо выйти из... Выйти из PDF. Зайти заново. И вот ровно то, что я хочу. Чтобы развороты были, как в оригинальной книге, и чтобы я мог делать пометки. То есть, видите, текст можно выделять. Вот, собственно, и все, что я хотел показать. Моя работа с PDF. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok